Привет, друзья мои! Христос Воскресе! С воскресением всех! Значит, очередной выпуск новостей! Очередной выпуск новостей про то, какие будут мероприятия, ну, какие были мероприятия, ну и некоторые мои соображения по различным насущным вопросам. И некоторая реклама от друзей. Пунктов много. Только соберитесь с силами и слушайте. Пункт 0. Вебинар 30 марта на 1 сентября, еще один вебинар, уже третий, будет посвящен поиску всех решений уравнения х квадрат плюс у квадрат равно z квадрат в целых числах. Иными словами, поиску пифагоровых треугольников. Ну, если в натуральных числах решать, там это плюс-минус одно и то же получается. Вот. Ну и вообще так, вокруг арифметики поговорим, арифметику остатков, наверное, затронем. Ну, такие базовые для всей математики понятия. Так, ну это 30 марта. А что будет в ближайшее время? В ближайшее время будет много интересного. Пункт 1. Лекция в Майкопе. Точнее, лекции в Майкопе. 10 февраля я сажусь на самолет, очень ранний, и в 10.25 уже прилетаю в Краснодар, меня ввезут в Майкоп на День науки. Там у меня будет лекция про простые числа, загадки простых чисел. На самую общую аудиторию. Начнется она в 13.00. То есть с корабля на бал просто. Вот так. Она будет в АГУ в 327 аудитории. Кроме того, вечером еще что-то планируется. И на следующий день планируется много чего. По Майкопу ситуация с огромной скоростью меняется. Поэтому точную информацию я к этому видео прикреплю в описании. Там будет точный список всех выступлений по Майкопу. Что самое главное. Постараемся 11 февраля замутить февральский стрим на канале. То есть буду отвечать на ваши вопросы. Вроде канал уже подрос. 36 тысяч. Уже наверное будет много разных вопросов от новых слушателей, которые недавно приехали на канал. Ну у старых слушателей извинюсь, если придется что-то такое баянистое говорить. Короче говоря, по стримам я думаю, что найдем... Начнем в 7. Ну и скорее всего будем из квартиры Сева Воронова. Правда я еще с ним не говорил про это. Но надеюсь, что он не будет против. Так. Идем дальше. После этого я еду в Липецк. 13 февраля у меня лекция в Липецке. Начало в 14.00. Прямо тоже вот с поезда сразу туда. Адрес улица Интернациональная, дом 12Б. Липецкий филиал финансового университета. Теория вероятностей на пальцах. На пальцах. Ход свободный. Жду всех. Дальше, значит, в моем расписании дальше много чего интересного замышляется. В частности, 19 февраля коллаб с математиком МГУ Андреем Павликовым. Поеду к нему в Ивантеевку. Вот. Проспойлю. Пока еще ничего не было, но уже проспойлю, что мы планируем это. Вот. Что-то еще будет. А, ну конечно, Камбалк будет. Значит, я выезжаю на Камбалк. До Камбалка будет Ярославль 25 февраля. Оттуда сразу на Камбалк в окрестности Судиславля. Так. Ну дальше. В следующих выпусках новостей. А пока расскажу про то, что уже было. Значит, итак. Вышел на пост наука мой ролик про гипотезу по Анкаре, где я описываю формулировку. В комментариях удивляются, почему я не привожу доказательства. Насколько люди могут быть далеки от темы, да. Ну, это нормально. Нет, ну там 250 тысяч просмотров. Конечно, не все понимают, что такое доказательство Перельмана и насколько выше оно стоит, чем вся математика, которую кто-либо из нас знает. Но хорошо. Тем не менее, да. 250 тысяч просмотров за два дня. Это что-то вообще, что-то запредельное вышло. Вот. Так что вот. Там у меня на пост наука еще разные вещи будут. Так. Перехожу к вопросу номер 4. Это очень трудный вопрос. Помидоры в студию. А лучше не кидаться. Значит, меня очень просили высказаться по Азату Мефтахову. Азат Мефтахов это аспирант Мехмата МГУ, который сейчас сидит в СИЗО. Он сидит по обвинению в поджоге офиса Единой России. Там вначале бомбу пытались пришить какую-то. Потом, значит, бомбу отменили и стали обвинять в поджоге офиса Единой России. Очень хорошо я знаю его руководителя, Сашу Буфетова. И мне очень жалко, что он уехал. Он замечательный человек. Там совершенно, как бы, вот. И математик хороший, и культурный уровень очень высокий у него, у Саши. И мне жалко, что Россия, значит, потеряла его. Но надеюсь, что он еще вернется. Ему там пришлось... Там какой-то, в общем, был... Брали анархистов всех. Какой-то большой шухер был. Ну, вот Азата взяли. Ну, и как-то Саша тоже, видимо, как-то посчитал, что ему надо уехать. В общем, ситуация следующая. Я здесь не могу высказать какого-то конкретного мнения, чтобы вот оно было однозначно, вот таким однозначно осуждающим, потому что анархические взгляды я ненавижу. Ну, так, по правде говоря, именно анархические взгляды, ну, приводят впоследствии к жутким кровавым войнам. И, в общем, взгляды не безобидны, да? То есть, если ты считаешь, что все зло от государства, ты просто, ну, вообще-то говоря, ты просто дурак, потому что все зло в государстве, наоборот, это то зло, которое там аккуратно собрано с улицы, канализировано при нормальном государственном устройстве. То есть, оно минимизируется там в сотни раз, если нормальное государство работает. И вообще, если какое угодно государство работает, зло минимизируется в сотни раз. В ситуации анархии, ну, просто сильной, в любой ситуации отнимет у слабого, ну там и ничего нельзя будет сделать, в этом как бы проблема, да, если анархисты говорят, что ну вот а мы организуемся в некой общности, это не позволим, то это уже означает, что они встают на путь организации государства, ну это как дважды два, это абсолютно очевидно, но у нас же нет статьи за анархические убеждения, ему же почему шьют какие-то поджоги там, непонятно что, скорее, ну я не знаю, мне трудно об этом рассуждать, но мне очень сложно представить аспиранта МГУ, который поджигает офис Единой России, не знаю, нет, если там есть доказательства, тогда это другое дело, пусть они их покажут и тогда, ну как бы ни у кого вопросов не возникнет, но если доказательств нет, то это означает, что на самом деле, ну как бы взяли за анархические убеждения, потому что он там для них опасен, например, или просто потому что была разнарядка там какая-то, посадить анархистов, но вот это конечно по беспределу, это я не поддерживаю ни в коем случае, и в качестве привлечения внимания к делу Азата, может быть тогда его, ну например, если он не виноват, то тогда его поскорее отпустят, если больше народу просто, ну будет ходить, ну я сам не могу ходить ни на какие суды, но если вот сейчас люди послушают и кто за него пойдут на суды и будут смотреть, как эти суды идут, возможно его отпустят, там решив, что ну что-то как бы с нами лучше не связываться, вот, ну и соответственно я даю ссылку на статьи его по математике, вот, он там продолжает заниматься, прям там в этом самом СИЗО продолжает заниматься математикой, там прислал список тем, теории меры, там ну какие-то, нормальные разделы, вот, и он год уже занимается на зоне просто, ну или как это вот в этом предварительном, вот, и даже статьи публикует иногда, в общем это круто, и просто надо, ну, поддержать товарища, потому что он тоже математик, как и мы все, вот такое получилось странное выступление, да, ни нашим, ни вашим, но тем не менее, все что я мог по этому поводу сказать, я честно сказал, меня обуревают очень разные здесь противоречивые чувства. Пятый пункт. Реклама для друзей. Мы когда от, значит, от Жени Ройзмана с интервью шли с Сашей, вместе с Сашей Чуваковым, он меня завел в контору его друга, пироги.ру, на углу Луначарского и Короленко. Блин, там офигенно вкусно, да еще на халяву покормили. Ну, кто, конечно, кто там захочет, увидит здесь там рекламу, бессовестную рекламу, закупленную хозяевами за то, что они меня покормили этой едой. Но я, честное слово, даю, что еда очень вкусная, совершенно офигенная. Ну, и просто, так сказать, люди относятся к своему делу очень хорошо. То есть, прям как до революции, можно сказать, да, то есть любят свое дело, а не делают это ради денег. Вот, поэтому я с радостью рекламирую эту контору. И также с радостью я рекламирую еще одно начинание наше, уже наше, прям говорю, потому что физтех, а именно начинается запуск на базовые и продвинутые потоки школы глубокого обучения МФТИ. Это я уже цитирую Рыгородского. Значит, дана ссылка на пост ВКонтакте, значит, там подробные расширенные ссылки здесь в описании к видео увидите все подробности. В общем, это бесплатно, и для школьников, и для студентов успешное прохождение гарантирует от 3 до 5 баллов индивидуальные достижения для поступающих в бакалавриат ФПМИ, а успешное прохождение продвинутого потока дает 40 баллов для поступающих в магистратуру. Короче говоря, регистрация продлевается до 29 февраля, и обучение начинается 1 марта. Вперед все туда, вот, на школу глубокого обучения МФТИ. Так, теперь, значит, это была короткая рекламная пауза. В ролике, да, когда я рекламу делаю, я это не, это самое, я это допускаю, да, рекламу. Шестой пункт. С Женей Ройзманом вышел разговор о нас, и, по-моему, очень хороший. Мы говорили про разные вопросы, там, про какие-то социально значимые вопросы для Екатеринбурга, например, строительство, там, восстановление храма. Говорили про спорт, там, про айронмен он рассказывал. Вспоминали, как я заезжал к нему на изоплит, когда он содержал там приют для деточек, которых собирал по теплотрассам. Я их видел два раза, деточек, один приезд и другой. И взрослых, которых я тоже видел. Вот что я хочу сказать. Господа хамы и трусы, то, что вы не можете сказать в лицо Евгению Вадимовичу, не пишите, пожалуйста, в комментариях к этому посту. Если вы сами ничего хорошего сделать не можете для общества, то не надо завидовать тем, кто это хорошее делает. Женя человек сложный, непростой, да, у него там судьба всякая была. Но, понимаете, вы не имеете права, знаете, хамить вот так вот, брать и хамить в комментариях. Ненавижу просто. Буду все сливать в унитаз. У меня уже был такой, как бы, для хейтеров, да, выступление, что я показывал вам просто унитаз, куда ваши комменты будут сваливаться. Так вот, давайте уважать друг друга. Наверное, это, так сказать, кто-то из новоподписавшихся, да, потому что те, кто давно подписались, знают мое отношение к таким вещам. Я прошу, у меня на канале не хамить то, что вы не можете сказать в лицо. Не пишите в комментариях, что можете сказать в лицо. Милости просим. Приходите вон к Евгению Вадимовичу в музей Невьянской иконы и скажите ему это в лицо. Вот так. В общем, я очень, честно говоря, я чрезвычайно огорчен этим, тем, что там происходит. Понятно, что у Жени там в политике взгляды совершенно не мои, глубоко чуждые мне. Там, демократию эту я в гробу видал, которую он очень любит. Плевать. Это очень крутой чел. Вот и все. Вот. Так, значит, пункт 7. Был я в Садке. Садка это офигенно просто. Это вот обычный городок, там даже не на железной дороге, да, находящейся, ну там на ветке из Бердявуша. Обычный городок маленький, там меньше 50 тысяч живет. И там местный бизнесмен, вот фанат там, тип красоты, да, и там улицы разукрашены, там остров средневековый где-то. Какие-то артефакты на улицах стоят. Короче, я записал несколько роликов и выложил их в Инстаграм. Смотрите их, ну там, значит, это самое, ребята выложили. Смотрите эти ролики и офигевайте. И приезжайте в город Садку. Вот так. А я там, значит, математику вел, ну, познакомил школьников и взрослых с математикой. Ну, про математику, как бы, до сих пор, видимо, имели очень отдаленное представление все, но теперь тоже будут подключены к нашим процессам, к нашей империи. Пункт 8. У меня состоялся коллаб, точнее, разговор, откровенный, сердечный разговор с отцом Андреем Ткачевым, которого я очень полюбил после того, как мы с ним поговорили. Вот, он выходит у него на канале. Надеюсь, к моменту опубликования видео уже выйдет. И я здесь дам ссылку. Так что у нас там, ну, и я там описываю, в частности, 5 моментов в математике, которые напрямую указывают на наличие Бога. Ну, это не доказательство, в прямом смысле слова. В прямом смысле слова доказать, так же, как оповергнуть существование Бога, нельзя. Это понятно. Но они прямо вот, ну, как бы, без него это было бы совершенно непонятно, как объяснять эти вещи, ну, и как к ним относиться, да. 5 вещей, которые в математике указывают на Бога. Ну, и мы так, в целом, обсудили и поняли, что будем рубить этот безумный атеистический, значит, Вавилон с разных сторон двумя, значит, топорами. Он богословским, а я математическим. Срубим его нахрен отсюда. Вот. Так. 9. Нальчик. Вышел ролик на канале про Нальчик. Совместно с ITV Group и лично Муратом Алтуевым мы начинаем в Нальчике с сентября проект 100 уроков математики или кружок Я Математик. Короче, там будет большая движуха. Я ездил туда, встречался с главой республики в кабинете. Он говорил, что будет помогать всячески вообще. Вот. Так что еще один кавказский математический фронт открывается. Кавказ математический будет. Вот так. И последнее. И последнее в этом выпуске новостей. Всенаука. Что такое Всенаука? Кто ты Всенаука? Размышления квасного патриота. В 2019 году я принял участие в экспертном опросе, который проводился в рамках программы Всенаука. Целью было выявить мини-набор Макси знаний. Наиболее важные темы современной научной картины мира. В опросе приняли участие более 500 экспертов, в том числе и я. Нужно было из 150 коротких тем вызовов выбрать самые достойные. Теперь внимание. Среди предложенных в том числе был полный мусор. Гендер, гендерная идентичность. Можно ли поменять гендер? Какое-то просто дерьмо. Понимаете? Вот по-другому не скажешь. Ну, понятно, что собирались разных экспертов. Некоторые как бы они просто нацелены на то, чтобы это дерьмо нам вскармливать. Ну, вот я жду. Следующее письмо было. Мы обработали результаты и намерены обнародовать 16 февраля на Всенаучном форуме 2020. Приглашают принять участие. Я не могу. У меня гонка. 100 километров за один день. Праздник сезона в группе Дмитриева, если он не отменится. Надеюсь, что уже не отменится. Снег все-таки выпал. Будет как раз 16 февраля. Но мне жутко интересно все-таки, ну, какие выйдут, да? Вот какие будут выпущены, какие, какой набор минимальных знаний. Войдет ли туда вся эта помойка, эта пропаганда западного умирающего мира. Войдет она туда в набор научных знаний. Или она будет слита в унитаз, где ей и место. Вот так. Проследим за этим. Проследим, друзья, вместе. А пока я снова, значит, в путь. Я в Майкоп и потом в Липецк. Ждите новых выпусков новостей. А в примечаниях к этому видео, точнее в описании к видео, там краткое описание всего. О чем я сказал. И очень подробное описание, которое я суммировал в посту в ЖЖ. Потому что подробное описание просто не влезает в формат описания к видео. Слишком большой объем. Вот так. Всем пока. Приходите всюду. На связи будем. Имейте разные взгляды. Но, ребята, давайте друг другу не хамить. Все. Всем пока. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok